Александр Коваленко, военэксперт, подключается к нашему эфиру. Александр, здравствуйте, рады вас видеть. Доброго дня. Ну, собственно, сюжет был, да, о том, как люди почему-то выбирают не то, чтобы сторону лжи, а, ну, это даже невозможно описать, готовы убивать своих сограждан, своих соседей, и при этом якобы не держать еще в руках оружие. Расскажите, пожалуйста, как работают наводчики вот эти полгода? Как вы видите, вот, их влияние, возможно, и, например, какие объекты, возможно, гражданские, возможно, военные, вот, вы видите, были как раз уничтожены с их помощью? Предатели есть в любом народе, это следует понимать. В любой стране, среди любой нации от этого никуда не ваться, поэтому именно выявление предателей, пособников, оккупантов – это первоочередная задача. Они находятся в глубоком тылу, они находятся в тех городах, которые не обстреливаются российскими оккупантами 24 на 7, например. Это может быть и Винница, это может быть и Львов, это может быть и Одесса. И передача информации касательно абсолютно любых передвижений вооруженных сил Украины, именно в тылу. Передача информации относительно той, которой им доступно, размещение вооруженных сил в самих городах, командные пункты, пункты управления, места дислоцирования, войсковые части и так далее, которые эксплуатируются, поскольку я замечу, что значительная часть именно военных объектов на сегодняшний день, которые использовались в период гибридной войны с Российской Федерацией вооруженными силами Украины, они сейчас так интенсивно не используются. Поэтому нанесение по ним ударов нецелесообразно со стороны российских оккупационных войск. И они не имеют достаточного количества информации о том, где действительно находятся те или иные подразделения, те или иные виды техники и так далее. Поэтому они пользуются услугами подобного рода предателей. Они в том числе, эти предатели, действуют и на территории, которая находится постоянно под обстрелами российских оккупантов, ствольно-реактивной артиллерии, то есть по линии фронта. То есть Николаев, Харьков, Славинск, Краматорск, Торецк. Там присутствуют также подобного рода персонажи, которые своими глазами видят, что российские оккупанты делают с их городами. Но это, как мы видим, абсолютно никак не влияет на их отношение к войне, на их какое-либо мировоззрение, поскольку это, опять-таки, мировоззренчески деградированные люди. И они также продолжают передавать информацию относительно, имеющуюся у них информацию, относительно геолокации, координат, месторазмещения тех или иных объектов, опять-таки, вооруженных сил Украины. И, к сожалению, такие случаи, конечно же, скажем так, успешного использования подобной информации российскими оккупантами, они имеют место быть. И, на мой взгляд, то, что этих людей выявляют, это, конечно же, очень хорошо. Но, на мой взгляд, все же по отношению к ним должны быть более жесткие примененные сроки ограничения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Но это лично мое мнение. Его услышали. Александр, вот в начале самого полномасштабного вторжения, в феврале, в середине марта, мои знакомые, товарищи, которые тоже состояли в территориальной обороне Киева, рассказывали о том, что вот так называемых наводчиков, помните, когда вся страна смотрела на крыши многоэтажек и искала, кто же там с различными баллончиками ходит и наносит метки, сообщала, что многие из этих товарищей были специально запущены для отключения внимания от реальных работы наводчиков. Якобы, что вот эти баллончики с красками просто отвлекали внимание людей и так далее. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, а каким образом работает наводчик? Чтобы вот наше общество, конечно, не водить в состояние постоянной, знаете, слежки, но, тем не менее, вот интересно, они, что, вот, как правило, проезжают на автомобиле, фотографируют объекты или их задача передавать геолокацию. Вот можете описать, как этот процесс происходит? Он довольно интересен. Технически, да. В принципе, то, что вы сказали, подъезжают на автомобиле и фотографируют, это как раз, в принципе, и оно. От счастья. То есть фото, видео, материал, который можно передать по какой-либо закрытой социальной сети, опять-таки, может использоваться WhatsApp, может использоваться сигнал для связи с установленным временем удаления сообщений, либо сразу же удаления сообщений после прочтения и загрузки. Таким образом устанавливается связь, да, действительно. Но есть и другой попросту тоже метод, без каких-либо баллончиков, действительно, без каких-либо меток. Так, координаты, координаты, они-то ведь неизменны. Если происходит перемещение какого-либо подразделения вооруженных сил Украины, либо объекта вооруженных сил Украины с того места, которое всем прекрасно известно, по картам даже банально, на какое-то совершенно новое, новые координаты, а в этом районе попросту появляется наводчик, он с точной координатой передает, опять-таки, своим контактным, кураторам, назовем это так, даже правильнее будет называть куратору, и, опять-таки, используя защищенные социальные сети WhatsApp-сигнал, какую-либо другую, с автоматическим удалением этого сообщения. И вот есть уже координаты места размещения у российских оккупантов какого-либо нового объекта. Для этого можно находиться либо поблизости от этого объекта, либо непосредственно рядом с ним, если это, ну, опять-таки, это может быть какое-либо покинутое здание, например, да, то или иное. Нахождение вблизи от него, ориентир, координат, там, например, ты находишься на удалении от этого здания на 20-30 метров, просто ориентир этот подаешь, своих координат и ориентир, там, юго-восток, например, северо-восток, 30 метров от этой точки, и начинается уже какое-то время спустя обстрел этого объекта посредством ракетного вооружения. Но с учетом того, конечно же, что и само по себе ракетное вооружение российских оккупантов, как известно, оно обладает низкой точностью, не всегда, конечно же, подобного рода даже настолько точная передача информации, она достигала своей цели, и мы прекрасно знаем эти отклонения на 50, на 100 метров, и даже на 200-300 ракетного вооружения российского. Александр, расскажите, пожалуйста, вот работа наводчиков, вот эти 30 серебряников на наши деньги, в наши дни, это сколько? Вот сколько стоит продаться? И хотелось бы еще поговорить с вами о том, какими методами вербуют таких людей, как их заманивают в эту агентурную сеть. Это шантаж, это добровольное сотрудничество, это большие или малые деньги? Ну, на самом деле, это вообще очень долгая история, об этом можно долго говорить, как происходит вербовка этих людей, поскольку элемент шантажа, он используется очень редко. Это очень редкий случай, в основном, как это не печально, конечно, но это факт, стоит признать, а многие из них это по добровольной, это добровольная. Добровольные идут наводчиками, почему? Потому что они про российских взглядов. Очень большое таких людей еще есть количество во многих городах Украины, которые даже на шестой месяц полномасштабной войны с Россией продолжают придерживаться пророссийских взглядов. Но это не секрет, это факт. С этим нужно бороться, это нужно выявлять, это нужно пресекать. Но именно подобного рода контингент, он, скажем так, даже наиболее надежный, как для выполнения данной функции, поскольку они не всегда даже и оплаты требуют для своих действий, они себе в голову вбили какую-то шизофреническую идею, что это высшая какая-то их миссия, высшая цель во благо всего русского мира, и они сливают эту информацию 24 на 7 по всем доступным возможностям. Вербовка происходит зачастую через разного рода, подобного рода сообщества, в социальных сетях. Это может быть вербовка, опять-таки, на местах. Мы прекрасно знаем, какое большое количество у нас было политиков, разного рода политических сил, которые отвечали именно пророссийской идеологии, выполняли функции попросту агента влияния. Ну, возьмем хотя бы ту же самую партию ОПЗЖ, которая целиком и полностью являлась, по сути, пророссийской партией, выполняющей функции вот такого агента влияния. От этой партии практически в каждом городе были какие-либо, какая-либо своя сеть, начиная от политических деятелей, неких экспертов, политологов, и заканчивая на местах вот такого вот рода, скажем так, шестерками. Я бы даже сказал несколько по-иному, шестеренками общего механизма. Эти шестеренки общего механизма в какой-то степени, вот опять-таки, зашоренные, выполняют эти функции до сих пор, латентно, тайно сливая эту информацию. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, как мы понимаем, поэтому борьба еще не окончена. Есть, конечно же, категория, которая работает исключительно за вознаграждение, хотя в нынешних условиях эти вознаграждения, они довольно-таки проблематично их осуществлять, эти переводы, а до полномасштабного вторжения подобного рода люди, которые сообщали, что происходит в войсковых частях вооруженных сил Украины, размещение, опять-таки, ПВО, расчетов ПВО и так далее, они эту информацию сливали и, опять-таки, получали живые деньги за свою работу, либо от непосредственно посредников, которые находились в Украине, опять-таки, связанных с теми или иными политическими силами, либо, опять-таки, банковские переводы. И была такая очень интересная система, опять-таки, также оплаты подобного рода деятельности, очень популярная, кстати, среди пророссийских сил, это биткоины. Это подобного рода валюта, которую довольно сложно отслеживать ее подобного рода, скажем так, перемещение. И замечу, что даже у нас в Одессе один из представителей пророссийских взглядов, такой себе деятель политический, как Дмитрий Голубов, он являлся одним из биткоиновых миллионеров. И как раз он стоял за, например, такими социально-политической хайкизацией региона, как Портофранко, то есть создание такого аналога народной республики, которой не удалось в 2014 году. Вот, в принципе, такой фон создавался годами в Украине для формирования вот этого пула наводчиков и лоялистов. Знаете, от одесситов, которые были настроены сепаратистски, назовем это так, очень часто можно было в тот период услышать «мы Портофранко». И это сразу же был как знак того, что с этими людьми нужно поосторожнее. Знаете, я хотела только отметить, Саша, извините, перебью, вот эти полезные идиоты, да, о которых говорили еще коммунисты, зачем платить? Ведь можно же списать и украсть. И, наверное, если нас смотрят люди, которые сомневаются или хотели бы за великую идею сдать свою страну, то подумайте, вас используют, а вы, наверное, станете для кого-то полезным идиотом, на который вас пишут деньги. Александр, еще один вопрос. Вы писали в таком моменте ИПСО, как психологическое давление на украинцев на временно оккупированной территории через звуковые сигналы, сирен, имитация взрывов, ракетных обстрелов. О чем это говорит? Это уже россияне начинают, оккупанты, экономить свои боеприпасы? Или что происходит? И первое, и второе, в принципе. Это достаточно уже давно известный метод воздействия посредством использования звуковых имитаций взрывов, пусков ракет, разрывов тех или иных видов боеприпасов, снарядов ствольной артиллерии, снарядов реактивной артиллерии, более серьезных каких-то. Для чего? В первую очередь, если это идет речь о линии фронта, где сосредоточена именно линия соприкосновения, то это отвлекает внимание, опять-таки, вооруженных сил Украины, которые занимают свои позиции, это немного дезориентирует. Если речь идет, например, о населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости, до которых это может доноситься, эти звуки, это тоже не только дезориентация защитников данных населенных пунктов, но и местного населения, это морально-психологическое воздействие, давление. То есть очень важный элемент именно морально-психологического давления и введения в туку оману в растерянность именно тех или иных подразделений, которые занимают те или иные позиции. И, конечно же, действительно, для реализации подобного рода воздействия используется соответствующая техника. В большинстве случаев почему? Потому что на этом направлении создать реально какой-либо огневой вал, либо создать какой-либо обстрел довольно проблематично, потому что нехватка боекомплекта, нехватка боеприпасов. И это тоже говорит о том, что у российских оккупантов в последнее время наблюдается нехватка боекомплекта, обусловлено особенно в Херсонской области. Это ощущается на правом берегу, да и не только в принципе. Поскольку плечо подвоза увеличивается, количество складов, центров хранения, непосредственно в близости от границы с Украиной, оно уже истощено по боеприпасам. Сейчас везут в основном из, например, центрального военного округа, из-за восточного военного округа боеприпасы. Это Улан-Удэ, это Уссуриск, то есть это тысячи километров. Увеличивается дальность подвоза и концентрация именно такой тактики, как огневой вал, то есть постоянный обстрел, не прекращающийся, суживается до меньшей протяженности фронта. Если, например, 3-4 месяца назад они могли обеспечивать подобного рода тактику на протяженности фронта по локационно до 30 километров, то сейчас мы видим на примере того же самого Бахмута и Абдеевки, что там этот фронт сузился до 10 километров. Да, они могут осуществлять, но на значительно меньших уже протяженностях фронта. И это много о чем говорит. В первую очередь об истощении возможности введения вот подобного рода полноценных масштабных боевых действий по большой протяженности фронта. Спасибо огромное. Александр Коваленко, военно-политический эксперт на канале Freedom был со своим интересным мнением, как обычно.